И Хорошо, Сонечка. Сонечка. Ваше слово. Сморные вершины Спят во тьме ночной. Тихие долины Полны свежей мор Не плыви Не плыви Не плыви Дороги Не прожат Не плыви Не плыви Боже мой, как я счастлива. Боже мой, как я счастлива. Теперь старики в тысячу раз интереснее молодых. Подумай только, Рита. Володя старше моего отца на 2 года. Ему 54. Рита 54? А сколько в нем бодрости, силы. Сколько легкости. А как он подпевал цыганам. Твой муж всегда имел успех у женщин, сколько я себя помню. Только ты мне казалась к нему равнодушна. Мне тоже так казалось. А теперь я знаю, я его люблю. Люблю страстно. Два месяца замужем и поняла теперь. Я его люблю. Ну и слава богу, к Володе ты стала быть охладела. Я с моего дуплетиком. Дуплетик тебе захотелось. Не получилось. А может, хоть Конституция, может, Севрюжин из хренов. Так. Страшно вспомнить. Представь себе. Я сама готова была с ним объясниться. И стыдно. Столько лет тайно любить такое ничтожество. Да почему же ничтожество? Он по-своему, я думаю, даже хороший. Рита, Мил, ты просто ничего не понимаешь. Ну как, кое-что я понимаю. Меня это не интересует, но если сравнивать одного... Их нельзя сравнивать. Прости. Просто их нельзя сравнивать. Даже странно. Как и Володя. Мой Володя может с ним дружить. Просто он добрый. Замечательный, добрый полковник Ягич. Послушай, как красиво. Полковник Ягич. Подумай только. Я могу, если захочу, бросить на ветер хоть тысячи. А до замужества у меня не было и трех рублей своих. За каждым пустяком к отцу. Мой Володя добрый человек. А этот, разве ты не видишь? Какой он сонный, вялый, скучный, ничтожный. Он ничтожество. Даже странно, как таких два разных человека могут носить одно и то же имя. И это их просто нельзя сравнивать. Он скуп. Ты обратила внимание, что он умудряется не платить в ресторане по счету? В прошлый раз я едва удержалась. Хотела ему сказать, если вы бедны, так и сидите дома. Нет, я очень рада, что наконец избавилась от этой нелепой привязанности. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Соня, я тебя в этом сомневаюсь. Как я договорил тебя, не сижу. Нет, я сижу. Нет, не сижу. Стой, я тебя на полу. Стой. Попробуй. Попробуй. Стой. Стой. Соня, перестань беги. Ты права глупых. Нет, я хочу сама. Ушите меня. Ребенок разнесли. Не сижу. Стой. Стой. Это вам поправить. Да, сядь. Ушите, успокойся. В этом монастыре наша Оля. А зачем она пошла в монастырь? С досады. Теперь это в моде. Вызов всему свету. Была хохотушка, отчаянная кокетка, любила ткабалы для кавалеров. Вдруг напади удивила. Это неправда. Тут не с досады, а сплошной ужас, если хотите. Ее брата Дмитрия сослали в каторжные работы, теперь неизвестно где он. Мать умерла с горя. И правильно сделал Оля. Жить на положении воспитанницы тысяч с таким золотом, как Сопель Вовна, тоже подумать надо. Я хочу к утренней. Емщик, поворачивай. Я хочу Олю видеть. Скорее, пожалуйста, уже поздно. Оля. Вот Господь чудо послал. А мы тут сейчас ехали мимо и про тебя вспомнили. Господи, какая ты бледная. Я очень рада тебя видеть. Ну как ты тут? Что, скучаешь? У нас столько перемен. Я замуж вышла. За Ягича Владимира Никитича. Да ты его помнишь, наверное. Я очень счастлива с ним. Ну и слава Богу. Папа, твой здоров? Угу. Здоров. Тебя часто вспоминают. Так ты же приходи к нам на праздник. Слышишь? Приду. Я на второй день приду. Я на второй день приду. Лита будет очень жалеть, что тебя не видела. Она тоже с нами. И Володя тут. Они около ворот. Они были бы очень рады тебя видеть. Пойдем к ним? Ведь служба еще не начиналась. Пойдем? Пойдем. Так ты говоришь, Сонечка счастлива? А? Да? Очень. Ну и слава Богу. Как приятно, что вы про нас вспомнили. Да-да-да, честное слово, мы очень рады видеть вас. И я рада. Господи, что же это? Она же замерзнет. Давайте ее прокатим. Оль, садись мы немножко. Пошел. Ах! Ах! Соня! Соня! Николай, надо было все готовить. Надо было почистить оружие. Нельзя же так. Совсем разболтался. Ничего не делает. Будьте добры, соединитесь с Васильевскими казармами. Попросите, пожалуйста, к телефону доктора Салемовича. Иди, иди. С кем говорю? Ах, это ты, Володя. Очень рад. Милый, попроси, пожалуйста, отца сейчас приехать к нам, а? А? А то моя жена сильно расклеилась против вчерашнего. Нет дома, говоришь. Ну, прекрасно. Примного обяжешь. Мерси. Мерси. Что я делал тебе? Спи, спи, спи. Володя, Володя, Володя Володя, я была расстроена Вчерашним свиданием с Олей Была расстроена Вы умный человек Научите меня, чтобы я могла поступать так же, как и она Хочу начать новую жизнь Хочу измениться Стать честным человеком, чистым Хочу измениться Хочу измениться Как мило с вашей стороны, что вы пришли Сонечка, ну что же вы расхворались, огорчайте друзей, веселились, веселились и на тебе, нельзя же так Ой, меня Володя расстроила вчерашнее свидание с Олей Сначала мне было жутко, но теперь я ей завидую Она несокрушимая скала Ее просто с места не сдвинешь Неужели у нее не было другого выхода? Неужели погребать себя заживо Значит, решать вопрос жизни Это же смерть, а не жизнь Сонечка, у вас прекрасный капот Вы знаете, вам сиренево очень к лицу Да Очень-очень Вот вы, Володя, умный человек Научите меня, чтобы я могла поступать точно так же, как она Конечно, я неверующая, в монастырь не пошла бы Но ведь можно же придумать что-нибудь равносильное Мне нелегко оживется Научите же меня Скажите мне что-нибудь убедительное Ну скажите мне хоть одно слово Одно слово, извольте Одно слово Тарарабумбия Сижу на тумбе я И очень весел я И ножки свесил я Володя, за что вы меня так презираете? Ну почему вы говорите со мной каким-то особенным, простите, фатовским языком? Как не говорят с друзьями, порядочными женщинами Вот вы пользуетесь успехом, как ученые Любите науку Отчего вы никогда не говорите со мной о науке? Ну отчего, я недостойна, да? Ну Сонечка, ну что это вам вдруг науке захотелось? Может хотите конституцию, или может северюжен с хреном? Ну хорошо, я беспринципно недалекая, дрянная женщина У меня тьма, тьма, ошибок Конечно, меня можно за это презирать Но ведь вы, Володя, старше меня на 10 лет А мой муж старше меня на 30 лет Я росла у вас на глазах И вы, если бы захотели, то могли бы из меня сделать все, что угодно Да хоть ангела А вы, Володя, простите меня Полно, 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 Сонечка Прощайтесь со мной Вы бы заставили Шопенгауэром философствовать, оказывать все, что ему угодно А сами будем целовать эти ручки Вот вы, Володя, презираете меня А если бы вы знали, как я от этого страдаю Если бы вы знали, как я хочу измениться, начать новую жизнь Я с таким восторгом об этом думаю Стать хорошим, честным, чистым человеком Не лгать, иметь цель жизни Сонечка, ну только не ломайтесь, прошу вас Ну не люблю Ну почему не ломать? Есть бог точно на сцене Ну не ломать Перестаньте, будем держать себя по-человечески Перестаньте, прошу вас Хотя, простите, конечно, вы правы Конечно, это все блаш Просто показалось, что все настоящее проходит мимо С вами так не бывает Ну при чем здесь, Сонечка? Вот вы, Володя, умный, сильный человек У вас настоящее дело, ваша жизнь, она со смыслом И у Лена жизнь со смыслом, наверное, тоже А вот в чем смысл моей жизни Никакой могу понять Володя, ты сам знаешь, что я тебя давно люблю Я люблю тебя, зачем же ты меня мучаешь? У вас хороший повар Как это скверно с твоей стороны Обратить на меня внимание только теперь, когда я замужем Мне пора Когда мы сегодня встретимся, где? Ну, сегодня-то вряд ли удобно Вот разве что завтра Музыка Музыка Нет ее Как нет? Ушла Псалтырь читать На покойничке Нет ее Ой, барышни пришли Здравствуй, Мила, сейчас дома Проходите, подождите, покуда Лев Андреевич вернется Нет, я спешу А комнатка ваша чистая Прощай, прощай Да, дыхала Такая вот А ваня Или Кам Добрый день. К вашим услугам, мадам. Значит, вот это. Это и вот это. Прекрасно. Вот эти три. У мадам Ягич очень хороший вкус. И еще я хочу заказать такое платье. Его здесь нет. Какое именно? Чтобы было здесь узко. А здесь попышнее. Так. И чтобы непременно сиренево цвета, потому что мне сиренево идет. А здесь... Чтобы открыто было. Ну, вы понимаете меня? Я вас понимаю. Я прекрасно вас понимаю, мадам. И, пожалуйста, подберите цветы в том. Нет ли лучше перья? Серебристого цвета. Ну, в общем, что-нибудь подберите для меня. Понимаю. Я вас прекрасно понимаю. Звучит. Ну, ты в общем, большой г odor. Ну, ты в общем, сколько-то он. Там, кто-вы начался. Тizing ст. Три defining. �bres. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Не дышу. Так. Между прочим, когда твой Салимович заподозрил своего Володьки воспаление легких, он ведь ко мне пробежал. Ты помнишь, Соня, с этим лицом он пробежал? Ах, да ты не помнишь, тебе еще не было. Садись. Ну-ка. Посмотри наверх. Еще посмотри. Тебя не тошнит? Нет. Ну, че ж. Все я дамочка, здорово, как корову. И вот вам мой совет. Не теряйте драгоценного времени. Рожайте себе детей, а мне внуков. Да. В воздухе пролетел легкий конфуз. Мой старинный друг и твой супруг, Сонюшка, определенно продал душу дьяволу. Да-да-да-да. Нет, ну со мной, со мной все. Со мной действительно дело шва. Вот рука сыпется. Ну, он же мальчишка. Ай, Лешка, Лешка, ты сегодня в ударе. Что это за Лешка? Что это за фамильярность? Действительно, давно так не веселился. Моншер, Лев Андреевич, твой тесть, папа. Вот так. Спокойной ночи, папа, приходи. Я надеюсь, сынок, твои кунифасы доставят меня на хаос. Ну, конечно, конечно. Конечно, папа. Вен-сю. Так, ну ты не забыла мои просьбы? Ну, нет, я прошу тебя. Ну, это для меня действительно важно. Турецкий марш. Аллах, какие же наша любимая жена? Куда скрился свет, нет, это не она. Куда скрился светочей наших, наш Рахат-Лукум? Ах, Ах, Аллах, где же наша любимая жена? Так, что же нам делать теперь без нашей любимой жены? Без нашей нашей газел, нашей кипариса? Вот она наша любимая жена. Вот она отец. не могу. Ты что? Что с тобой? В своем уме, что ли? Соня? Не могу, Левна? Господи, уйдеть из меня. Черт, знаю что. Господи! Возьми себя в руки и успокойся. Ну, нельзя же так. Этого еще не доставало. Ты плачешь, значит, ты права. Ты не права. И эта истерика, душа моя, самая обыкновенная истерика, которая случается с людьми больными, несчастными. Ты же здорова, молода, ты богата, ты образован. У тебя общество, семья и ты счастлива, наконец. Слушай, Соня, ты счастлива. Володя, Володя, мы едем отсюда. Володя. Ой, Господи Боже. Милости просим. Здравствуй, любезный. Здравствуйте. А что хозяин дома? Их воскородие на службе. Вот незадача. А хозяйка? Софья Львовна дома. Да. А как здоровье, Софья Львовна? Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо. Ну и хорошо. Ну и слава Богу. Рад видеть вас в добром здравии. Надеюсь, головные боли прекратились. Голубушка, сделай милость, принеси кофе. Нынче туман. В такую погоду кофе особенно хорош. Господи, если б ты только знал, как я тебя ждала, почему тебя так долго не было? Уже целых два часа, как ушел муж, и я стою у окна, потом хожу по дому, и снова смотрю в окно, а тебя все нет и нет. Признайся, ты специально меня так мучаешь, да? Я знаю, это все грешно и беспутно. Но ничего не могу с собой поделать. Милый, милый. Этот профессор полжизни провел в исторических архивах, и от тамошней пыли заработал астму. Мне этот случай довольно известен. Мой отец пользует его. Так вот, заработал астму, и врачи настояли, чтобы он бросил хоть на время свою работу, и, пожалуй, где-нибудь на свежем воздухе. Он же, как человек с принципами, решил эту вынужденную вакацию провести с пользой для науки. Поехал не куда-нибудь, а в Сибирь, изучать жизнь аборигенов, добрался чуть ли не до Байкала, вернулся обратно и привез чахотку. Вот так. Смешно, правда? Если бы ты только знал, как я тебя ждала, ты никогда не сможешь меня понять, потому что слишком избалован женщинами. Но я ничего не хочу знать про других женщин, потому что ты мой. Я заслужила это своими страданиями. У нас так мало времени. Добивай скорее свой кофе. Прости меня, не презирай, пожалуйста, я сегодня так много болтаю. Я никогда так много не болтала, но ты сам в этом виноват. Я ждала тебя всю жизнь, и сегодня целых два часа, а теперь это дурацкий кофе. Как стыдно. Все мои несчастья, все мои беды, все из-за тебя. Значит, я причину твоих несчастья. Нет, нет. Я влюбилась в тебя семилетней девочкой и любила тебя всю жизнь. Мы с тобой играли в четыре руки на проте пьяно, а ты меня не замечала. Потом я выросла, и ты снова меня не замечала. Потом на зло тебе я вышла замуж за Ягича, которого не любила и не люблю. И вот теперь для тебя изменяю муж. Разве это не несчастье? Господи, как это ужасно. Все время лгать. Я так измучилась в это время. Вот это чисто по-женски. Валить с больной головы на здоровую. Володя, давай уедем отсюда. На край света. Куда-нибудь, за границей, куда угодно. Я попрошу Ягича, он даст мне паспорт. Он добрый человек, хорошо ко мне относится, он не откажет. Уедем на край света, в Италию. Нет, в Швейцарию, в горы. Я так хочу с тобой в горы. Ягич не откажет, он добрый. Я скажу что-нибудь убедительное. Послушай, Володя, почему я должна лгать? Я скажу все как есть. Я скажу мужу, он опытный человек, он все поймет. Он, наверное, помнит еще мою тетю. Говорили, что он ухаживал за ней. Ты помнишь, Володя, мою тетю? Так вот, он ухаживал за ней. Все говорили, что он ее погубил. Я уверена, он поймет нас. Я сегодня же пойду и все ему расскажу. Разве ты не будешь? Честно, во всем признаюсь. Да это единственный выход. Володя, честно во всем признаться. Ты мне что ты говоришь? И что наше счастье в его руках, понимаешь? О чем ты собираешься ему рассказывать? Я скажу, что мы полюбили друг друга, Володя. Это же правда. С ума сошла, что ли? Зачем вы пришли? Ну, я, собственно, если угодно, перестану ходить к вам. Хотя, откровенно говоря, было бы обидно. Я привезен к вашему дому, мне нравится ваше общество. Да, Соня, вы совершенно правы. Владимир Никитич действительно добрейший человек. К тому же большая умница. Замечательный товарищ. А с вами, Соня, мы друзья детства. И, простите за банальность, давайте останемся друзьями. Романтические настроения, это от молодости. Сонечка, это с каждым бывает, пройдет. Вы же умница, Сонечка. И все будет хорошо. Как другу, поверьте. Ну что, мир? Мир? Ну вот так, Сонечка. Мы же интеллигентные люди, знаем моему слов. Сонечка. Мне пора. Мир. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Всего лишь на один миг эта новая жизнь была широкая, просторная, полная прелести, тайн. Она увлекала. А Нила? Знаешь, Оля, я изменила мужа. Если ты только могла себе представить какой-то восторг, любить, хотеть любви, верить, что ты любима. Правда, потом все становится как-то сложно и беспокойно. Все эти неведомые дали скрываются в тумане. Не то ли, да не подумай, да не какой-нибудь Адельтер. Это было всего лишь раз. Один только раз. Как будто и не было вовсе. А может, и вправду не было. Какой-то сон или бред. я даже хотела умереть. Но потом, как подумала, что будет больно, а потом темно. Это навсегда. Вчера папа приходил. Он такой смешной. И раньше не замечала. Может, и вправду детей нарожать. Ничего, Соня. Это все ничего. Все пройдет. И Бог простит. По-моему, не дурно. Не дурно. Маша, отпусти посыльного. Пусть передастся, что я довольна, мадам. Спасибо. 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 Доброе утро. Доброе утро. Вот. Тебе нравится? Не дура. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Итак, судьба стучится в дверь. Так, обладателю. Я хочу, я хочу, я хочу. Значит, обладатель этой карты должен поцеловать коронечную машу. Так, девятка, пик. Девятка, пик. Девятка, пик у меня в этой карте нет. У меня тоже нет. И у меня, слава богу, нет. Ну и загадала, да. Ну что ж, от судьбы не уйдешь. Ну, свадим Никитич. Маша! Маша! Чего извольте? Подойдите сюда, Маша. Нет, сюда, сюда, поближе. Вот сюда. Да что же ты вы, Маша? Терпите, терпите, Маша, милая, терпите. Это судьба не уйдет. Володя, так страшно. Володя! О, парень! Черт, хороша. Вот это и есть природа в ее истинном виде. О, хороша Маша, да это не наша. Ну, что хорошего? Взяли и обидели девушку. Она ваших шуток не понимает. Она темная и глупая. Почему? Я как раз думаю, что она не обиделась. На фразу вы так считаете. И потом, что касается глупости, Мария Рецанна, то уверяю вас, что подобной глупости надо будет и здоровее, и жизненнее, чем иные наши потуги и погони за смыслной жизнью. Володя, ты прелесть! Рита, а позвольте вам дать один совет? Вы мне? Угу, именно вам. Ну, что ж извольте? Я бы на вашем месте завел себе семерых мужчин. И назвал бы одного понедельником, другого вторником, третьего средой и так далее, чтобы каждый знал свой день. Ну, это, конечно, на первых порах. Надеюсь, вы шутите? Блин, как можно. Ну, конечно, журналы, политик, умные разговоры, это все прекрасно, слов нет. Но я убежден, что такая женщина, как вы, то есть умная, интеллигентная, независимая женщина конца века... С самого конца века. С самого конца века должна быть смела и немного развратно. Ну, развратно в меру, потому что, согласитесь, сытость есть уже утомление. Вы, моя милая, должны смаковать жизнь. А легкий разврат есть соус жизни. Но это пошлость. Вы бы хоть Соне постыдились. Что Соне? Причем здесь Соне? Соне женщина замужняя, она уже сделала свой выбор. Кстати сказать, выбор прекрасный. Будь я на ее месте, я бы тоже вышел на ладину Никите. Вы другое дело. Вы человек самостоятельный. Я одинока. Эй, нет уж извините, пардон. Вы прежде свободны. Свободны. Вот оно. Узнаю у тебя, матушка Россия. Вырид вроде того мужика, получившего свободу и не знающего, что с ней делать. Лучшие люди отдали бы за свободу все. А у вас она даром. Нате, пользуйтесь. Вы знаете, иметь свободу и так бездарно ее транжирить, это просто безнравственно. Зарывайтесь в цветы, Рита. Задыхайтесь мускусом. Ешьте гашиш. И любите, 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 Рита. Владимир Никитич, Сонечка, если я не прав, пожалуйста, опровергайте меня. Что тебе? Там какая-то монашенка пришла. Барню спрашивают. А, это Оля. Скажи, любезный. Да. А что сейчас делает Маша? Ну, говори, говори, Степан. Чего ж ты? Маша с денщиком их высокородья кушают леденцы и смеются. Хорошо, ступай. Вот видите, Рита, Маша, оказывается, с денщиком их высокородья кушают леденцы и смеются. А вы так за нее переживали. А вот и мы. Здравствуй, милая. С Рождеством Христовым. Спасибо, спасибо. И вас так же. Милости просим. Вот так мы и живем. Володя, подайте мне, пожалуйста, вот это. Скоро обед буду, а пока не избудите оранжаду. Сонечка сама готовила, так что не откажите. Какая-то прелесть, что ты пришла. Смотри, что у меня есть. Это Елисейские поля. У нас нынче так весело. Мы играли в судьбу. И это Бариж. А теперь все вместе отобедаем. Отообедаем все вместе и поедем кататься на тройке. Да, Володя, поедем? Поедем, поедем. Ты бы нам лучше спела сегодня что-нибудь, а? Ну, почему я? Я не хочу петь. А почему? Справедливо, я не хочу. Ах ты, вот как. Ну, погоди. Так. Нам поет бубновая десятка. Все? Пожалуйста, Сонечка. Теперь справедливо, да? Как тебе и надо. Пошел. Лимонад. Я одна не хочу. Володя, помогите мне, пожалуйста. По старой дружбе не могу отказать. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Молодя. Горные вершины спят во тьме ночной Тихие долины полны свежим глоб Не пыли дорога, не дрожат листы Подожди немного, отдохнешь и ты Горные вершины спят во тьме ночной Володя! Что тебе? Горные вершины! Горные вершины! Ну, начинается музыка Соня! Соня! Горные вершины! Горные вершины! Горные вершины! Горные вершины! Горные вершины! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok